Ребят, наши друзья из Швейцарии Мирьям и Джани завтра улетают обратно на родину. И из-за того, что у них вылет в 4 утра, а от нашего дома до аэропорта добираться полтора часа, они решили последний день провести возле аэропорта на юге острова. Они решили себе снять отельчик, вечером еще искупаться, спокойненько насладиться морем и, соответственно, завтра уже рано утром выезжать. И смотрите, мы привезли их в отель, написано Гест Хаус, мы заходим на территорию и смотрите, какой отель. Птицы летают, собачки лежат, посмотрите, какая красота, как прикольно сделан отель. Но на самом деле это рецепшн, сюда заходишь, регистрируешься, вот такая вот терраса. Собачка, заходишь на рецепшн, регистрируешься, тебе наливают здесь чаек, водичку приветственную. Здесь местечко есть, чтобы просто отдохнуть, подождать своей очереди на вылет. И смотрите, отель находится прямо на море. Офигеть. Но, к сожалению, я так понимаю, что здесь, на этом море, невозможно купаться в этой части, потому что здесь вот такие вот лавовые камни. И чтобы искупаться, нужно пройти, ну, несколько метров подальше. Может быть, мы потом съездим, еще это заснимем. А так, вид примерно вот такой, на океан. И смотрите, как выглядят номера. Здесь, кстати, номеров нету. Номера находятся через дорогу. А это все рецепшн. Но самая главная особенность, из-за чего я вообще стал снимать это видео, из-за того, что здесь близко аэропорт. И когда ты вот находишься просто на улице, над тобой пролетают самолеты, представляете? Несколько самолетов уже пролетело, я их не успел заснять. Вот сейчас буду специально стоять и для вас стараться это сделать. Вот, ребята, я слышу, что полетело что-то. Я слышу. Смотрите, самолет пролетает прямо над тобой. Офигеть. Я успел. Я успел его заснять. Обалдеть, как классно. Ну, на самом деле, самолеты тут летают каждые 10-15 минут. Но они прям очень низко над тобой. Прямо, получается, над крышей пролетают. И говорят, что если пройти немного вправо на пляж, то можно даже лежать на пляже и прям наблюдать, как они пролетают над твоей головой. Вот я первый раз в жизни такое вижу. Честно сказать, у меня прям эмоция. Вот, конечно, все это быстро. Видите, несколько секунд. Но все равно, когда я первый раз увидел сегодня это, я просто офигел. Вы думаете, куда я иду? Почему я вышел опять на дорогу? Потому что сами номера находятся через дорогу. Вот это все. Это парковка. То есть здесь вот мы припарковались. Но чтобы попасть из ресепшена в номера, ну, нам нужно пройти вот сюда. И давайте тоже я покажу. Это довольно интересный отель. Такой, я бы сказал, сделан в таком тропическом, балийском стиле. Смотрите, здесь, во-первых, есть бассейн. Вот бассейн я, кстати, только что заметил. Потому что мы сейчас относили всякие вещи. Ребят помогали. Таскали чемоданы. Вот, смотрите, можно прийти на бассейн. Вот такие вот огромные пальмы стоят. И вот это уже начинаются номера. Сейчас я пойду покажу вам, как выглядят номера. Вот, смотрите, еще есть номера. Вот на втором этаже кто-то живет. И мы вот так вот проходим за вот эту ширму. Проходим за ширму. Смотрите. И вот здесь попадаем, во-первых, в зону кафе. Здесь зона кафе и ресторана. А дальше мы уже попадаем в саму комнату. Давайте посмотрим внимательно ее. Вот тут тоже, смотрите, есть выходы на вторые этажи. И вот здесь, если пройти, смотрите, вход в комнату. Комната аккуратная. Посмотрите, все необходимое есть. Смотрите, есть маленькая кухня. Можно что-то приготовить. Можно чай попить. Можно покушать. Можно в холодильник положить вещи. Можно какие-то вещи спрятать в шкаф. Смотрите, какая красивая кровать. И красивые светильники. Так, я хотел снять душ. Но душ, к сожалению, уже заняли. На самом деле на острове Маврикии, прямо возле аэропорта, есть отель, который называется Holiday Inn. Он, по-моему, стоит где-то 140 евро в сутки. Вот эта комнатка стоит 120 евро в сутки и находится чуть подальше от аэропорта. Но дело в том, что Holiday Inn просто был занят. Тем временем душ уже освободился. Давайте посмотрим. Ну, душ стандартный. Все есть, пожалуйста. Умывальник. Душ. Ой, а как мыться? Когда моешь, смотрите, даже нету шторки. Вот. Туалет есть, музыка играет. Так что все необходимое, в принципе, присутствует. Эвелия тут голенькая без маечки бегает, поэтому я ее стараюсь не снимать. Ну, а выходные, праздники, точнее отпуск у ребят прошел очень интересно. Я, если хотите, сниму специально целое отдельное видео, потому что у нас была авария. У нас был циклон. У нас были проблемы с электричеством. У нас было предсмертное состояние. Все это буквально за 10 дней. И смотрите, еще самолет летит. Самолет летит. Надо срочно его снимать. Вот он, вот он. Вот он прям над головой летит. Обалденно, да? Вот это мне очень здесь понравилось. В общем, даже было предсмертное состояние. За 10 дней. И так получилось, что ребята хотели посмотреть остров. За 10 дней практически объехать весь. А так получилось, что они остались у нас. Жили все это время у нас. На самом деле, поэтому я не так часто сейчас выходил на связь. Я не так много снимал видео. Потому что мы жили все вместе. И было очень много интересного. Если вам хочется послушать эту историю, я прям по дням все распишу, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Хочу историю. Все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Берегите себя. Слушайте мои песни на Spotify. А мы пошли прощаться.